Со всего мира собрал звонарей на свой фестиваль «Московский Данилов монастырь». Мероприятие прошло уже в восьмой раз. В этом году праздник посвятили юбилею. Десять лет назад исторические колокола вернулись в обитель из Гарвардского университета США, куда попали после революции 1917 года. В настоящее время в России сохранилось только три исторических подбора русских колоколов – Даниловский и четвертый. Разнообразие колокольных звонов услышала наш корреспондент Галина Ледвина. Лучшие исполнители России и всего мира приехали в Москву продемонстрировать свое звонарное мастерство. В этом году география широкая. От Ниццы до Петропавловска-Камчатского по широте и от Карелии до Казахстана по долготе. Участвовало около 30 исполнителей. В опытных руках участников фестиваля рождались потрясающие мелодии. Очень красиво. И вот эти колокола, их огромное множество, и все они вместе создают какую-то особенную музыку. И это действительно очень интересно даже наблюдать за тем, как маленькие детали вместе создают вот такое огромное целое. Звонарь – это как отдельный дирижер. И каждый колокол – это отдельный вид музыкальных инструментов. То есть у меня такое ощущение, будто я пришел на какую-то оперу. Поеду в Москву хлеба соли покушать, красного звона послушать. Недаром такая пословица бытовала в столице. В начале 20 века Даниловские колокола признавались одними из лучших в Москве. Звонница из 18 компанов, самые крупные из которых, весят почти две тонны. До революции ее было слышно возле Кремля. А это за пять километров до монастыря. Это редчайший, сохранившийся целиком исторических набор в колокольнях. Мы знаем, что в Ростове сохранился такой набор, в Псковском монастыре, в Псковских печорах, в Вологде. Но наш по музыкальным качествам идет, пожалуй, сразу после ростовского и по исторической значимости. И вот это очень ценно. То есть на таком богатом наборе можно исполнить самые разные звоны. И ростовские, и столичные, и московские, и тростергиевые лавры, довольно сложные звоны. Самые разные. И вот в этом своеобразии колоколов, их гибкость такая широкая, художественная. Юрьевский и Софийский, Ильинский и Лимбажский, Кишский и Александровский, а также Дальневосточный и Свадебный, на фестивале прозвучало 28 различных звонов. Каждый звонарь представляет свою школу звонарского мастерства. Всегда есть чему поучиться друг у друга. Ну, это, конечно, общение. Наверное, даже, я бы сказал, в первую очередь, это общение между нами. Мы очень редко видимся. Мастера говорят, что освоить технику несложно. Базовыми навыками можно овладеть за несколько недель. А вот настоящее искусство звона требует годы наработки. К сожалению, многие дореволюционные традиции были потеряны. Новгородская – одна из них. Сегодня звучал звон, который, на самом деле, авторский. Он называется «Новгородский праздничный трезвон». И он ориентируется, в частности, на открытие Мусоргского, которое он сделал в опере «Борис Годунов» и в других своих операх. Это был композитор 19 века, который прекрасно изображал, воплощал красоту звонов в симфонической музыке. Звон, которым теоретически, если бы фантазировать, могли бы встречать царя. То есть он очень торжественный, мощный, праздничный. Колокольным праздником обители отметила юбилей. Ровно 10 лет назад состоялась торжественная церемония передачи первого из возвращенных из Гарвардского университета 18-ти Даниловских колоколов двухтонного колокола будничной, отлитого в 18 веке. Фестиваль также совпал с началом нового учебного года на Даниловских курсах звонарского мастерства, на которых желающие смогут постичь азы русского традиционного звона.